всем привет сегодня у нас последняя серия лучших камней недели в этом году напоминаю что мы не продаем камни через интернет здесь по сути большинство камней уже продано да вот в этом видео которые будут я просто показываю примеры какими они бывают и вы можете у меня их заказать то есть из десятков тысяч камней которые проходят через моих сотрудников я выкладываю несколько самых интересных или несколько самых обычных что вот такое бывает часто вот такое бывает редко то есть и по сути часто хвастаюсь поэтому пишите в whatsapp если вы хотите что-то похожее пишите мы найдем номер один турмалин нереального цвета совершенно это какая-то розоватая осень или осенняя розовость я не знаю как правильно сказать посмотрите здесь и цвет под парадже присутствует и рыжий и такое знаете можно сказать что осенний нежный рассвет уникальный цвет вижу такой цвет впервые именно такой да и вот чтобы такие проблески разноцветные причем там даже черный просвечивается кое-где мне вот такое сочетание очень нравится номер два вот как раз таких камней у нас много в отличие от номер один до турмалина это шпинель темно-синяя с уходом в черный и с небольшим фиолетовым отливом вы очень много покупаете вот именно такого цвета почему потому что он по сути унисекс да то есть он подходит и мужчинам и женщинам мы ежедневно продаем 23 иногда 5 камешка вот именно такого цвета шпинель поэтому пишите таких вариантов у нас много найдем любого размера любой формы огранки тут у нас очень необычный гранат вот как раз такого я точно не найду быстро под заказ только если гранить очень интересный цвет в нем есть чуть-чуть немножко рыжего и видите довольно много черного и наш огранщик опять молодец чемпиону кстати в этом году месяцев 7 подряд уже получает премии от меня то есть он прям вошел во вкус очень хорошего качества огранка хороший камень и размер его делает идеальным и под женское кольцо и под мужской перстень такой вот у нас только один это у нас турмалин он необычного цвета цвет называется под параджа он очень вам полюбился поэтому я теперь если нахожу где-то турмалины этого цвета я их сразу все выкупаю полностью впрок цвет редкий под параджа это цвет в котором сочетается оттенки оранжевого и розового вот бывает у нас сафиры под параджа они стоят десятки тысяч долларов очень редко бывает шпинель под параджа прям крайне редко и каждый месяц я нахожу 2-3 турмалина вот такого цвета вы собственно с радостью раскупаете поэтому пишите вот один такой сейчас есть а может быть даже и два если ничего не путаю и снова темно-синяя шпинель с уходом в черный 5 карат хороший размер хороший камень хорошая огранка он по цвету похож на тот который был ранее сильно да но он побольше в размере это дело вкуса на вопрос какой покупать лучше какой посоветуете надо покупать тот который вам нравится вот мне нравится побольше камни я когда-то носил трехкаратники и со временем понял что мне недостаточно теперь я покупаю 5-10 и у меня даже звездочный сафир стоит в перстне 17 карат и он не выглядит каким-то огромным пальцы у меня довольно тонкие опять же постоянный у нас гость и и практически ежедневно вы покупаете шпинель такого цвета это цвет лавандовый камень обычный у нас таких немало но не скажу что прям ведрами добываем да но две-три штучки в день я нахожу и часть из них вы раскупаете 4.1 карата я считаю что для женского колечка прям отличный вариант вот прям он в данный момент в наличии но конечно после видео после выхода видео его очень быстро купят поэтому пишите в ватсап ватсап пониже посмотрите пожалуйста у каждого камня на экране есть номер это чтобы мы с вами не путались да вы можете по номерам спрашивать допустим я хочу вот как номер 7 только больше в два раза или там овал номер 7 очень редкая штука есть такой камень называется морганит принято считать так как их очень-очень много подделываю принято считать что это какая-то дешевая штука совсем да вот он стоит ну долларов 15 примерно окажется ничего подобного он стоит довольно дорого и мы их немало продаем но вот этот экземпляр вот подобные да я вижу впервые 40 карат очень интересный цвет он полихромный здесь розовый фиолетовый и какой-то еще непонятный и наш ограничек постарался да уже мог все это испортить а он наоборот красоту подчеркнул вот такой камень только один и на заказ мы подобный никогда и найдем то есть я никогда за 10 лет вот именно такого цвета морганит не видел номер 8 обычная шпинель я этот цвет называю винным стоит он недорого покупать вы его любите потому что цвет приятный я считаю что вот для любителей неброских не ярких не ядовитых цветов да цвет очень хорошо подходит мне например именно вот такие камни нравятся не очень яркие найдем под заказ найдем больше меньше другой формы или можете этот забирать мне кажется что он еще у нас в наличии но это не точно надо проверить по базе шпинель они яркого цвета опять до такого приглушенного я не знаю как этот цвет назвать потому что грозовой он больше темный да этот у нас ну скажем так стальной с голубым отливом чуть-чуть цвет довольно интересный камень очень чистый и вот такой цвет опять же у нас есть встречается поэтому пишите найдем больше меньше другой формы вот пару можно даже подобрать это крайне редко бывает когда можно найти два камня одинакового цвета но с таким цветом пару я подобрать смогу а это уже редкий розовый цвет для шпинели то есть она не часто бывает такого цвета плюс видите форма окатыша вот в основном ее добывают находят в окатышах да то есть речка когда-то много-много сотен тысяч или миллионов лет обтачивала камешек он стал таким окатышем вот форма окатыша позволила ограничить его вот так так бывает редко и причем цвет хороший и камень весит 5 карат вот такой под заказ не найду поэтому пишите мне кажется этот камень у нас еще в наличии для женского кольца он подходит очень хорошо я думаю что можно даже ничего вокруг не ставить то есть никаких мелких блядечка потому что сам по себе камень прекрасен меня очень радует вот такой уход в черный цвет шпинель цвета махенги махенги вот это название деревни где нашли именно эту шпинель да вот цвет махенги в танзании эта деревня находится цвет махенги он неповторим и присутствует он только в одном месте в мире только в танзании только в деревне махенги я кстати туда скоро поеду я бы уверен что когда я приеду в танзанию мне предложат ну минимум килограмм пять шпинели махенги по три копейки я куплю и заработаю много денег но не тут то было ее добывают очень очень мало очень мало в месяц находят в среднем один камешек со всех месторождений которые там есть и еще интересный момент посмотрите хочу вам объяснить видите много включений да то есть она не чистая вот махенги вся такая и это ни в коем случае не мешает цене с огромной скоростью идти вверх камень считается инвестиционным именно потому что он редкий если бы такой цвет добывали по всему миру да мы бы могли выбирать идеально чистые камни но вот здесь собственно у нас вариантов нет я помню буквально лет пять-шесть назад махенги можно было купить за две-три тысячи долларов вот такой камешек посмотрите сколько он стоит сейчас и вариантов то особо и нету то есть предложение очень мало номер 12 камень который незаслуженно обошли вниманием ювелиры по всему миру но тем не менее вы у нас покупаете время от времени и я хочу себе тоже сделать перстенек конечно же сочетание темно-серого или черного с вот с таким золотистым на мой взгляд будет прям идеальным это очень крупный циркон 25 карат такие крупные редко встречаются для мужского песня очень хорошо подойдет или для женского клона для кольца наверное великовато цвет очень-очень интересный цену смотрите внизу в описании по номеру то есть вот номер 12 открывать описание под видео и смотрите номер 12 под каждым камнем по каждому камню до написан вес и цена очень очень необычного цвета турмалин он такой зеленый с голубым отливом видите да уникальный цвет очень долго его искали под заказ он уже продан но я просто хвастаюсь что посмотрите бывает и такое сейчас подбираем под него под этот цвет пару на серьги это конечно не быстро и это очень сложно то есть чтобы найти пару свет нужно просмотреть ну тысячи три-четыре турмалинов именно зеленых уже до оттенки могут быть очень и очень разными и бывает даже такое что мы искали искали два-три месяца перебрали миллион камней а пару так и не нашли это я чему все рассказываю когда в магазин заходите видите там 5-6 наборов допустим клоун серьги кольцо это везде стоит камень одинакового цвета это говорит о чем синтетика очень ходовой товар поэтому много показываю вы часто покупаете шпинель темно-синяя с особо торрозным к формируем ли совместен там пупсит на поле я не сосуществует или нет то есть что ново — это как и как и вначале хотя бы получаешься отлично и камень такой унисекс вот для я рекомендую для инвестиций чтобы потом когда-нибудь перепродать до покупать именно камни нейтрального цвета почему Потому что вот такой купит себе в кольцо и женщина, и купит мужчина себе в перстень. А, например, розовый продать будет чуть сложнее. Но, опять же, продаю я всегда. У нас очень часто люди покупают, потом через несколько лет мы их камни перепродаем. Я поэтому думаю, всегда, не важно для чего покупается камень, я всегда думаю вперед на много лет, а вдруг вы захотите его продать. И снова обычная шпинель. Таких мы много используем в наших украшениях. Пять карат. Посмотрите, здесь такой, ну не прям супередкость, да, но не часто встречающийся зеленоватый оттенок. То есть она такая полихромная, сине-зеленая, с темным, с черным цветом. Да, вот мне именно такие нравятся. Я считаю, что для мужского перстня прям вообще огонь. Ну и для женского тоже вполне норм. Этот камень у нас в данный момент в наличии. Номер шестнадцать. И еще примерно такая же шпинель. Почему я их так много похожих выкладываю? Потому что мне так проще, мне когда пишут в WhatsApp, накидай, пожалуйста, примеров. Какие они бывают вообще шпинели, да, каких оттенков, какого размера. Я сейчас в Африке, у меня очень серьезные проблемы с интернетом. И мне проще дать ссылку на видео, да, что посмотрите, вот они всякие разные бывают. Вот такие, такие, сякие. Чем в WhatsApp закидывать кучу видосов. Они у меня грузятся часов по двенадцать примерно. Ну вот такой в Африке интернет. И пока я решения вопроса, к сожалению, не нашел. А вот эта штука очень редкая. Вот прям хотел похвастаться. Смотрите, вроде как шпинель. Вроде как обычный стальной цвет. Да, довольно светлая. Но, если присмотритесь, там есть включение рутива. Рутива, это такой минерал, он похож на золотистые ниточки. И вот, посмотрите, пожалуйста, на просвет. Специально мы сняли, да. Похоже, что там внутри камня как будто бы морозис такой, как изморозь на окне. Да, утром рано, когда просыпаешься, в школу идти. Вот. А там, значит, на окне узоры. Вот, очень сильно похоже. Очень редкий камень, 3,7 карата. Стоит недорого. Вещь коллекционная. А почему недорого? Потому что владельцу очень сильно деньги нужны, как это обычно водится. Особенно в период пандемии. Поэтому обратите внимание. Вот такого камня точно не будет ни у кого, кроме вас. Он у нас еще в наличии. Про него спрашивали уже у меня. Но пока никто еще денег мне предоплаты не скинул. Номер 18. То же самое обычная лавандовая шпинель. У нас таких много. Найдем еще больше. Поэтому пишите. Забирайте. Вот этот камень. Он прям вот именно этот он в наличии. Цвет оказался очень востребованным. Я даже не ожидал. То есть, и вы его покупаете намного чаще, чем какие-то яркие. Допустим, махенги или что-то подобное. Тут у нас шпинель от моего любимого цвета. Ну, или один из моих любимых цветов среди драгоценных камней вообще. Очень люблю этот цвет. Обожаю. И посмотрите, здесь он особенно прекрасен. Он прям как черные тучи в грозу. Я поэтому и назвал. Мы, кстати, с вами вместе его назвали грозовым. Я вас когда-то в подобном видео спрашивал. Не знаю, как назвать. Посоветуйте. Кто-то из вас написал, что грозовой. И посмотрите. Если присмотреться внимательно, здесь видно тоже кристаллики рутила. Рутила. Это минерал. То есть, это не трещины. Это включение, которое камень делает, во-первых, интереснее. Во-вторых, они его делают неповторимым. То есть, придают ему индивидуальности. Этот, к сожалению, продан. Но я могу найти еще. Не быстро. Не быстро. Ждать придется примерно месяц, чтобы вот такой цвет получить. То есть, он встречается не часто. Номер 20. Не смог удержаться. Выложил. Это турмалин. 6 карат. Вот мой огранщик так его увидел. То есть, он действительно видит прекрасный. Он художник. Надо, кстати, его переименовать в художной книжке из огранщиков художника. И, естественно, он за это получает всегда премии. Вот, посмотрите. Цвет уникальный. То есть, он такой белый, молочный. С чуть-чуть розоватым. Мне кажется, для девушки в кольцо или в кулон. Прямо вот то, что доктор прописал. Очень хороший будет подарок. Такой в наличии только один, естественно. Повторить его сможем, но очень сильно, не быстро. Прямо очень сильно, не быстро. А это вот, ребята, яркий пример, ради чего я этим вообще занимаюсь. Понятно, что продавать синюю шпинель каждый день это хорошо. Или красные гранаты, или синие сапфиры. Но однажды это все так немножко притирается. Хотя я до сих пор получаю удовольствие от красивого камня любого цвета. Но живу я именно ради таких вот моментов. Посмотрите, вот это мы нашли на Шри-Ланке. Гранили. Сделали уже сертификат. Камень уже продан, к сожалению. Найти, похоже, не сможем. Просто хвастаюсь, что бывает и такое. Вот сапфир такого цвета. Я даже предположить не мог, что он вообще бывает, в принципе. То есть, и как назвать его? Мне кажется, такие камни достойны имен. Вот, я пока думаю. Здесь зеленый и чуть-чуть синеватого там есть. Камера не передает, к сожалению, оттенок. И рыжий, и желтоватый, и чего там только нет. Прям супер уникальный камень. Даже не думал, что когда-нибудь такое найду. Я надеюсь, вам так же сильно нравится, как и мне. Грозовая шпинель. Цвет встречается часто. Но вот размер 10 карат у этого камня. Это, мне кажется, впервые. Может быть, один был до этого с таким цветом хорошим. А может быть, и ни одного. В перстень мужской, в женское кольцо, куда угодно можно ставить. Камень уникальный, очень крутой. Хорошего цвета, хорошего размера. И под заказ найду вот такого размера очень нескоро. Очень нескоро. То есть, крайне редкий гость вообще где-либо. Где-либо. Ну и, кстати, я осмотрел сайты по ценам. Что-то подобное продают в Москве, Лондоне, Берлине, Нью-Йорке. Начиная от 30 тысяч долларов. Посмотрите, сколько он стоит у нас. Цены в описании по номеру смотрите. Номер 23. Гранат из Танзании. Цвет называется Умбалин или Умбалит. Все по-разному говорят. Я до сих пор не разобрался, как правильно. Он такой, видите, розово-фиолетовый. И посмотрите, если прям вот внимательно присмотреться, то на гранях видно чуть-чуть скольчики. Это, естественно, мы всегда полируем перед тем, как отдать человеку, покупателю. Потому что есть, я смотрю, в комментариях появились разоблачители, которые говорят, а там скол, значит, фуфло продаете, обманываете людей. Нет, конечно. Мы все полируем, все подграниваем там, где нужно. Сейчас ниже будут яркие примеры как раз. Шпинель Мохенги очень крутого цвета. Очень крутой яркости. По-русски я даже не знаю, как игра. Близкучесть. Я называю близкучесть такое свойство. Я сам придумал. И редкий размер. 6 карат. Шпинель Мохенги не бывает крупная. Крайне редко, очень редко бывает. Даже 6 карат считается крупный камень. И посмотрите, для Шпинеля Мохенги камень довольно чистый. И он прям суперского цвета. Вот такой найти сможем, но сложно. Вот именно этот он у нас сейчас в наличии. Пишите в WhatsApp мне. Это как раз что ни на есть инвестиции. То есть вот этот камень лет через 5 можно будет очень выгодно продать. Потому что месторождение оно и так очень бедное. И естественно оно довольно быстро иссякнет. Номер 25. Сумеречная или грызовая шпинель. 6 карат. Вот такой размер почаще встречается, чем 10 каратник. Да, выше я показывал. Этот камень не продан. И кстати тоже вспомнил сейчас. Многие из вас пишут в комментариях потом, что посмотрите. Камень огранен неровно, несимметрично. Вот я присматриваю всегда. Да, действительно так кажется. И я лично, когда их снимаю. Вот именно такая огранка. Именно такая огранка. Давайте назовем ее квадрат. Да, чтобы было всем понятно. Она почему-то на камеру, вот на айфон, может быть на другие телефоны тоже не знаю, дает визуальный такой эффект асимметричности. Хотя на самом деле ее нету. Я много раз проверял. Смотрю через камеру. Да нет, ну вроде кривой. Перемеряю микрометром ровный. Глазами смотрю ровный. Смотрю на видео кривой. Вот, собственно, поэтому объясняю. Потому что многие из вас заметили уже этот эффект. Я не знаю, как он называется. Обман зрения через камеру айфона, наверное. Так, ну и завершающий момент на сегодня. И в этом году не буду вас больше мучить камнями. Видео сделал специально длинным, чтобы не разбивать на два. Да, у меня здесь очень-очень серьезные проблемы с интернетом. Добрался я таки до хороших танзанитов, но встретился с очень интересным моментом. Местные добытчики и перекупщики. Но мы вышли напрямую на добытчиков, конечно же. Вот у них почему-то существует поверье, что если камень огранить, то его можно загнать дорого. И не важно, как огранить. Посмотрите, тут попадается, вот вы сейчас видите видеоряд, да, трещины, нисхождение граней, асимметрия, криво вообще делают все. Выкладывал уже видео на эту тему. То есть, они криво гранят. Камень показывает цвет. Цвет хороший, огранка вся кривая. Но цену они просят как за хорошую огранку. Поэтому мне приходится их скупать, естественно, под заказ. То есть, я на продажу никогда ничего не покупаю. Я нашел очень хороших огранщиков. Кстати, они африканцы. Это я помню, у меня там кто-то проявлял немножко нацизма в комментариях, что африканцы ничего делать не могут. Нет, очень хорошо перегранили. С потерей там 0,3 карата, 0,6 карата. То есть, немножко совсем теряем. В крайнем случае 2-3 карата теряется. Но опять же, покупатель платит за финальный вес. За финальный. Я плачу за вес изначальный, к сожалению. И вот мы переогранили несколько камней и уже доставили их в МГУ. Доставка из Танзании действует, потому что самолеты летают и грузовые, и рейсовые. Прямо постоянно много. Авиапочта хорошо работает. Из Таиланда, и в Силанке, к сожалению, сейчас все очень-очень странно, криво и медленно. Многие из вас до сих пор ждут заказы, и тут, к сожалению, ничего не поделать. Так вот, переогранили, отправили в МГУ, и вы уже в МГУ нам дали сертификат. И, к моему удовольствию, нас очень-очень сильно похвалили. Сказали, что прям были в восторге специалисты, именно гемологи из МГУ. Сказали, что такого потрясающего качества Танзанитов они не видели уже очень-очень давно. И, кстати, огранку они тоже оценили на 5 с плюсом. Поэтому заказывайте цену, посмотрите в описании. Я еще здесь пару месяцев буду, может быть, 2-3 месяца, да. И я планирую здесь открыть офис и мастерскую по покупке огранки, так же, как у меня на Шри-Ланке и в Таиланде. Всех с Новым Годом, всем счастья, не болейте. Я думаю, еще новогоднее поздравление запишу. Постараюсь, по крайней мере, не знаю, как будет с интернетом. Может быть, чуть после Нового Года выложу. Вот, всем счастливого Нового Года, не болейте. Субтитры сделал DimaTorzok